Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Позвольте мне поздравить вас с Днём Защитника Отечества, а заодно поздравить с Днём Рождения Сержио. Оказывается, у него также день рождения. И вот эпопея Сержио, можно так сказать, движется к своему логическому завершению. Я вам предоставлял его отчёт о том, чем он там вообще переболел. Прошло голодание, очень много дней прошло восстановление, и я решил его спросить. Ну вот, а как сейчас? Вот были там болезни, как, как сейчас? Ну вот, что он написал. По болезням были нескончаемый цистит, вазомоторный ренит, атит, гастрит, запоры, калит, боль в прямой кишке, простатит, растянутые петли кишечника. Кстати, в этих растянутых петлях кишечника и находятся паразиты. До сих пор они выходят. Камни в почках, вот это тот песок белый, который всё это продолжает выходить. То есть, если грамотно составлен выход, человек придерживается, то идёт растворение камней в почках. Вообще поражение всего желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Внутричерепное давление, то есть дальше уже идём. Теперь всего этого нет. Есть остаточное явление, как говорят врачи. Теперь пищу 2-3 раза в сутки, стул начал налаживаться раз в сутки. И всё благодаря вам. Что бы я хотел сказать? Вы смотрите, если так вот, ну, медики-то его лечили. И что, как говорится, только всё больше и больше усугублялось. Так, смотрите. По циститу надо одного врача. По вазомоторному риниту, атиту другого врача. По гастриту третьего врача. По запорам, ну, не знаю, запоры, колит, наверное, это четвёртый врач. Боли в прямой кишке, это проктолог, пятый врач. Простатит, ну, примерно простатит, наверное, тут пойдёт. А то и тоже это отдельный врач. Шестой. Камни в почках, опять-таки, седьмой. И, наконец-таки, внутричерепное давление. Это вообще ещё там восьмой врач. То есть восемь специалистов должны, вот, знаете, каждый со своей стороны что-то там делать. И вот результат. Да, сложно, да, длительно, да, но позвольте, это всё началось с года, с года всё это пошло. И у нашей дублестной медицины было практически 37 лет для того, чтобы вылечить этого человека. Выводы делайте сами. Есть остаточное явление, как говорят врачи. Что бы я пожелал Серджу? Серджу, я там тебе постоянно советовал, советовал, советовал. Я тебе рекомендую, самое главное, это умеренность. Седай столько, чтобы ты наелся. Не корми паразитов. Ты их раскормил в огромном количестве. Думаешь, это мне надо. Да они через тебя жрут. Это очень интересное явление. Когда человек, считая, что ему надо больше пищи, оказывается, кормит паразитов, которые делают его больным. Он даже это не понимает. Ограничьте себя в употреблении еды. Кушайте тогда, когда будет хотеться есть. Вот это самое главное из всего. Еще одна важная рекомендация. В связи с тем, что в организме полным-полно глистов, паразитов и так далее, и тому подобное. Во время каждого приема пищи глотать одну палочку гвоздики и где-то 10 зернышек тмина. Просто проглатывать, чтобы они тут создавали, будем сказать, поле, которое бы выжигало этих паразитов. Плюс ты указывал, что у тебя вокруг пупка целое затвердение. Они именно там скопились, спрессовались и жизненную силу потребляют. Поэтому великолепная процедура, которая, оказывается, действует и гонит этих паразитов, это ватка, в которую капнули буквально-таки одну капельку дегтя, аккуратненько завернули, чтобы не было контакта дегтя с кожей в пупке, в пупочек. Сверху там, допустим, лейкопластык. Отличная процедура. И так каждую ночь делайте. Значит, вот этого духа, этого дегтярного, достаточно, чтобы он тут все это дезинфицировал, всю эту полость. И всем этим, будем говорить, паразитам наступал каюк. Что практика и показывает. Это очень интересная вещь. Поэтому, знаете, процедура, можно так сказать, но зато для паразитов это смертельно опасная вещь, которая их начнет гнать. Значит, сюда направляете гвоздику, тмин, а здесь их на ночь, это особенно делаете, значит, вот этими духом дегтя травите. И, как показывает практика, работает, еще как работает. Ну что, чтобы еще можно было бы почитать его последнее на письмо. Многоуважаемый Геннадий Петрович, еще раз сердечно благодарю вас за ваши усилия, благодаря которым мне удалось дожить до 38-го дня рождения. Некоторые советы мне приходилось по 5 раз ему давать. Одно и то же. Плохо понимал. Вот настолько может человек, ну будем говорить, запустить себя, что он уже плохо понимает. Хотя он нормальный человек. Теперь я по праву могу назвать вас родителем. Выдаровали мне жизнь физическую, позволили вкусить сладость новой духовной жизни, от которой мне так хорошо. Ну и то же, знаете, вкусить. Скушал кексы без воды на сухую, а я ему сказал, ну хочется, да, сладкого съесть. Но вот если этот кекс съесть на сухую, он съест его намного меньше, то есть за счет своей собственной слюны и прекрасно переварит. Если же с компотом, с чаем, раза в три переесть, ну вот, кексы делал сам. Опять амарантовая мука, тяжелая, плюс яблочное пюре. Все это, этот самый, делаем разные эксперименты. Не надо особо экспериментировать. Один продукт, к нему, допустим, там, тушевные овощи и в жидкости до еды. Не будем, не будем, не будем. То есть получил он книгу, энциклопедию здорового образа жизни. Ну, пожелаем ему здоровья. Остальное все в твоих руках, Серджио. Как говорится, все в твоих руках. Думай своей головой, мне без того подскажем. И жизнь 38 лет. Жизнь, ну, можно сказать, ну, знаете, этот цвет жизни. Здоровья, счастья, процветания, Серджио. Обнял!